Всем кризиса, друзья! Выпьем за кризис же! Накатим! И закусим чипсами. Чипсы солёные с укропчиком. Надо как Толик делать обзоры на всякие салатики. Чипсы. Я думаю, это будет более, лучше и интереснее, чем обзоры на всякие видеоигры. Ну да ладно, посмотрим, чё как. Итак, кризис. Легендарный кризис 2007 года от немецкой студии разработчиков Crytek, которые уже сделали до этого легендарный, не менее легендарный Far Cry. Давай! В 2007 году выпустили наш кризис, который шёл ровно ни у кого, кроме меня, естественно. Не знаю почему, многие жалуются, что у них не идёт кризис, но у меня всё шло на максимум. Ну, у меня тогда и Виста была. И... видеокарта от Шифорс там 9800. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Я жив. На, пожаре. Твою мать. Ауч. Ну, конечно... Ух ты, нихера его раскрыл. Я понял. И, естественно, эта игра бросалась своим графоном, нереально реалистичным графоном. Который, кстати, между прочим, до сих пор выдаёт офигенную картинку. Ну, реально, современные игры даже не могут выдать такую картинку, как выдаёт этот кризис странно. Посмотрите на этот... Блять, посмотрите на этот кризис, на это освещение, на эту листву, которая там вдалеке, на эти огромные карты, просто огромные карты. Я понимаю, что это всё джунгли, и джунгли делать проще просто пареные репы. Сделал просто 20 видов детализированных деревьев и размножил их по всей локации. И всё, ландшафт как это создал, всё, вот где, окей, джунгли готовы. Ну, это особо большой ума не надо, чтобы девять эти джунгли. Это не город создавать. Не падай. Только не на меня. Но всё же. Выглядит-то хорошо, и до сих пор никто так делать даже не может. В чём проблем, я не знаю. Вроде NVIDIA движется вперёд, план технологий там всякие. Физиксы, антиалясинки и так далее, и так далее, и там подобное. Но вот рисовать текстуру мы это до сих пор не умеем. У меня последняя надежда ещё на Doom есть, который выйдет уже тем летом. Я надеюсь. Я надеюсь, может раньше даже, если пойдёт. Сной. Ну, говорят, где-то в июне выйдут только. Твою мать-то. Doom. Doom — это прекрасно. Я так давно ждал Doom. Я ещё Prey 2 жду. Естественно, я надеюсь, вы когда-нибудь вернёте мне Prey 2. Я буду так счастлив. Ну, Крайзис проставился не только своим графоном, но и с инбоксом и нано-костюмом, который клёвый со всех сторон. Читерский костюм — это то, чего не хватало, твою мать. Фар Крайе! Ну ты что-то это было! Фар Крайе, потому что было очень тяжело играть, потому что все читеры корейские. Вот почему было. Времени мало, домат. Проникни в шахту и найди заложников. Ты почему же? Ты почему же? Ну что, искусственный интеллект читерский. Ну, как и здесь, в принципе. В этом плане игра шагнула несколько. В принципе, это можно было игру назвать свободно. Фар Крайе 2, если бы не электроникарц... А, нет, не Ubisoft, которые завладели барабами. Хватит стрелять, ты, дилда! Я не могу прицелиться нормально, если тебе. Завладели... Браваби! У меня НО и ХП, но я все еще жив! Хе-хе-хе-хе-хе! Кей, Гугл! Не-не-не! Отняли просто их игру. Хотя они всегда распространяли свою торговую марку под именем Край. Что со мной не так, я не знаю. Как говорили Crytek, вы всегда сможете найти нашу игру. Определить нашу игру в наличии названия слова «Край». «Времени мало, Номат! Проникни в шахту и не найди заложников!» Я... Не могу! Это сложно. Тут много корейцев. И мне жить. Жить мешает мне. Черт. Ну, и, к сожалению, Фархай больше них нет, не торговая марка. Обидно. По-моему, там был пулемет. На, по жопке! Ну, а мой костюм крутой. Хотя все жалуются то, что он вообще, ну, не рабочий. В первом Фархай, о, Крайзисе, нано-костюм не работает, так как его рекламировали. Хотя, не знаю, мне на самом деле очень нравится костюм. То есть, да, у него запаса этой энергии очень мало, но, блин, эту... мне вполне хватает на стелс, вот честно. Я не знаю, кто чем недоволен. Был. Есть. Но мне нам... Все устраивает. Особенно по сюжету это очень себя оправдает. То, что в первом части это какие-то секретные американские разработки, прототип костюма, нано-костюма только. А не сам костюм, ё-моё! Хватит по мне уже стрелять, больно же. Чувак, скукайся. Вот и только в второй части нам дадут клёвый костюмчик. Вот, в принципе, это, ну, типа, логично, да? Ты меня... ...песишь. Ладно, третья ракета была лишняя, я так думаю. Вот. Что касается консоли, они очень глубоко это... ...приняли на душу тот факт, что... ...Крайзис первый никогда не доберется до... ...Хуана, Хуана хотел сказать, 360-го и PlayStation 3-го. Но в каком-то данном 2011-м, вроде, году или 2010-го, ...всё-таки Крайзис первый... ...сделали ремейт на консоли. Точно не знаю на какие, но точно на Xbox есть. Не уверен. Да я тебе говорю, что PlayStation 3-го... ...Чи-и-и-и... ...плайс... ...потоже... ...А-а-ч-и-и-и... ...плейс-тейшн третьего... ...извиняйте... ...Ой... ...ну, на Xbox 36-го он точно хотел. Вот, и вот, вышел Полный фуфел Полный провал Не знаю, наверное, консульчики были довольны Потому что на ихней платформе появился Crysis Я бы радоваться не стал, потому что он сделан, во-первых, на дышке CryEngine 3 Который в разы хуже, чем этот То есть Я еще поиграю в Crysis 2 Сейчас перепройду сначала первый Потом в Warhead Потом уже Crysis 2, а потом уже Crysis 3 поиграю Который я вообще не видел никогда в глаза То есть, если я Crysis 2 еще проходил, когда он только вышел Ну, я ничего не помню о нем В Crysis 3 я вообще в глаза не видел, что это такое Я знаю, что там есть лук И все Больше я не учился в этой игре Хватит рушиться Поэтому будет интересно посмотреть Твою машу Твою машу Ай-яй-яй Убили меня Ну, а вода Что-то у меня патронов нету Ну, я как помню Crysis 2 полный отстой По сравнению с первым Crysis 2 полный отстой То есть вообще даже подметки не годится Да, конечно, Нью-Йорк, там все прикольно Это все дела Было, но График-то фуфил Графику-то снизили под консольчики Для консольчиков И Crysis 1 И Crysis 1 С плохой графикой Там я видел Это вообще ужасно Там освещение не такое Там трава урезана Детализация Прорисовывка Все хуже Вода Все это Все, все Там Это вообще ужасная игра На консоли Crysis То есть Блин Не знаю Сейчас Любой современный компьютер Даже уже не современный А года Четыре назад Мой компьютер Как раз старел Года на четыре Он до сих пор Ну Вот В 60 FPS идет Crysis Нормально Я не жалуюсь То есть Любой может себе позволить И нахер он Сдался в то время На консолях Я просто не имею представления Что он устарел И тут я услышал Два генерала У себя в наушниках И припедел Не вижу смысла Его упускать на консолях Ну Типа Лишние деньги Лишними не бывают Мне только интересно Сколько они потратили На разработку Этого ремейка Окупился ли он? Это мои? Вроде Поможет тебе Но придется подождать На этой Я понял Я так сам Сピнищ PHP Течении полуигры Я уже сам по себе Вашу машу Вот эта песен Заживайте на это Тут нет никаких Типа конц за это все таково то есть это николайки ни разу все скажут что это просто шкала и эмоции просто изменял упадает каждый раз когда что-либо тут взрывается что либо рушится никакая фигня происходит новый поворот вот привет поделись прикройте меня с воздуха здорово с вашей стороны мне нужна как раз небольшая моральная поддержка сюжет край здесь никогда особо не пристал то есть вот типа война миров какая-то я не знаю особенно концовка это последняя миссия финальный босс это сто процентов я спирт свои номеров ну при чем никто не жаловался если своровали хорошо и нормально предоставили нам игрокам то ну окей своровали своровали можете еще раз своровать если у вас получится скорее всего больше не получится а и взрывы взрывы это клево а я тебе в спину в спину конечно стрелять нехорошо но а а не убивай только не убивай только не убивай на кушай кушай никого не слушай да нет не что ты обзываешь это сразу а не надо сразу обзываться я же нормальный я американец это моя земля будет после того как я вас выгоню здесь сожгу всех и построю кладбище корейцев чувак у меня пулемет куда ты собрался то есть из достоинства мы имеем сэндбокс нано костюм графон из минусов читерский искусственный интеллект читерских врагов неубиваемых тяжелые сложности и все ну и на то время конечно железо было высокожелательное железо для этой игры ну как я уже сказал я не жалусь никогда на крайне мои провода не надо есть собака мои провода ну блядь дорогие сейчас кризис дорогие не купишь блядь больше никогда мне бы импад купить но вы импад что я тут сдохнули и я где-то в жопе мира оказался месяц еще идти дальше ладно одна